Здравствуйте! Прошло 3 месяца после того, как мы положили наши псевдобульбы Орхидеи Плеоне, Тангариру и Формасана в холодильник. И 2 псевдобульбы у нас оставались вот здесь вот в горшке на балконе при температурах от плюс 10 до 0 градусов. Ниже у меня не опускалось, 0 градусов было. И сейчас после 3 месяцев наступило время посмотреть, как развиваются Орхидеи, которые были в горшке, и те, которые оставались в холодильнике на полке для овощей и фруктов. Потому что так предлагается хранить эти псевдобульбы. Что я еще хотела сказать? Я хотела вообще-то сделать это в понедельник, так как я ожидаю, если, конечно, удастся получить эти псевдобульбы, я заказала. Но дело в том, что в прошлом году я тоже заказывала 10, из 10 удалось получить 5. Ну, посмотрим. И начнем, наверное, уже сажать. Так вот. Еще я хотела добавить что-то для жителей Греции. Если вы сейчас пойдете в Георгика Фармака, Георгика Фармака – это магазины, которые продают удобрения, посадочный материал, луковицы, препараты для опрыскивания, не цветочные магазины. А вот именно те магазины, где продают посадочный материал. Вы можете заказать у них, если они работают с этой компанией Гардена, вы можете заказать у них Плеоне. У них уже вышли каталоги, но поторопитесь, потому что в прошлом году я заказала 10 и получила 5. Это было уже поздно. Я хотела, как я уже сказала, в понедельник, но не знаю, получу или нет. Итак, начинаем смотреть. Вот здесь в горшке, я сейчас постараюсь увеличить. Минуточку. Мы можем увидеть, что вот здесь. Вот он. Видите? По всей вероятности, это цветонос. Насколько я помню, с прошлого года. Видите, она кажется совсем засохшей, это псевдобульба, но она не засохшая, она живая. С прошлого года они сначала цветут на безлистных псевдобульбах, а потом начинают выдавать листья и росточки. И вот здесь один и два. То есть эти два, эти две псевдобульбы развивались нормально. Теперь мы займемся нашим пакетиком. Немножечко я разрежу. Итак. Первая наша псевдобульба. Она не засохла. Она в хорошем состоянии, но цветочные почки еще не тронулись в рост. По крайней мере, на этой псевдобульбе. Вот на этой псевдобульбе тоже она живая. Здесь рост тронулся. Вот он. Значит, в понедельник и вот еще один. Я уже буду их высаживать. И у нас было три псевдобульбы. И здесь тронулся один ростик. Второй. Здесь вот назревает еще один. Так что все пять псевдобульб живые, но в горшке, который стоял на балконе на открытом воздухе, было немного света. Он стоял в углу притененном, но свет попадал. Псевдобульбы развились гораздо быстрее и новые эти ростики гораздо крупнее. Значит, на следующий год мы не мучимся и не убираем в холодильнике. Единственное, если у кого-то нет такой возможности, как у меня, хранить вот в таком вот помещении, полузакрытом, тогда храним в холодильнике. А если есть возможность хранить на прохладной веранде, до нуля градусов было, как я вам уже говорила. И вот вы видите, прекрасно развивается. В понедельник мы будем высаживать эти псевдобульбы. Единственная разница, что вот в таких горшках изредка хотя бы раз в месяц нужно опрыскивать почву по поверхности. Что я сейчас и проделаю, прежде чем вынести ее на балкон. Спасибо за внимание. Если видео было полезным, ставьте лайк, если появились вопросы, подписывайтесь на мой канал. В понедельник сажаем плывание.